тачка невозврата проект о том как я вжился в роль простого парня без денег цель которого подняться вверх каждый мечтает о классной тачки бизнесе и добиться успеха во всем пройдите этот путь вместе со мной если впервые видите этот проект то предлагаю пересмотреть все предыдущие серии которые напичканы смыслом экшеном полезной инфой и чумовой картинкой но если вам лень это делать то вкратце расскажу что произошло за эти полгода начале я купил жигу ведь нужно было чем-то двигаться потом в моей жизни появлялись другие автомобили я проворачивал выгодные сделки гонял на бабки в уличных гонках и вот наконец я открыл собственную автомастерскую когда вы наводите движ и общаетесь с людьми это к чему-то приводит так зародилось сообщество и назвал я его дубровский синдикат мы только начали набирать обороты боюсь представить что будет дальше но жутко интересно поехали так новый день волк стоит ждет своего часа снег уже выпал этому зимний корча и скоро все будет но пока не до дрифта очень много сейчас чего нужно реализовать жига пока стоит почему потому что мы ждем когда нам сделают пол я уже договорился насчет пола недорого когда здесь будет чистота мы уже приступим вот к этим работам просто не хочется в этой грязи заниматься жигулями хочется сделать все качественно но у нас есть идея как заработать еще денег точнее эту идею нам подкинули наши противники помните наш черный список ваня феликс настя русик когда они сделали мне первый вызов я подумал что что-то слишком самоуверенно и они выскочки но они нас просто взяли порвали по всем пунктам здесь нельзя закосячить не как в общем они нам сделали вызов поучаствовать в гонках на выживание это опасно это очень страшно никакого регламента мы машины можем подготавливать как угодно какую угодно машину и тот кто выиграет в гонках на выживание получит 30 тысяч рублей если выиграем мы они нададут 30 нужно сделать все чтобы выиграть 10 тысяч сама тачка 5000 металла и немного сварки встречайте франкенштейн тачка для выживания будет а когда буду ехать так шикать какими баллончиком чего-нибудь я так всех крушить гасить мочить класс не нравится бэн дэй дуду дуду все это мне напоминает наши любимые игры и фильмы смертельная гонка безумный макс игра была по моему даже на сега что ли на playstation 1 кармагеддон помните была игра а потом еще знаешь металл твист или как такая игра была сейчас из современных игр пожалуй только кроссаут я знаю из таких вообще все эти игры и фильмы они сподвигают на то чтобы делать вот такое трэш понимаете прикол в том что нет регламента и можно сделать все что угодно но к сожалению да мы не можем использовать бензопилы и пулеметы вот это хреново но это будет совсем опасно вот это развлекуха кстати о играх есть отличная игра называется она war thunder это игра о военных сражениях причем там можно сражаться на самолетах на танках и на прочей технике вы можете открыть и прокачать более тысячи единиц военной техники начиная от старых танков и самолетов заканчивая реактивными самолетами и новыми танками т-64а все наработки военной промышленности в твоем распоряжении динамическая защита и композитная броня дымовые завесы и многое другое оцени мощь передовых технологий в бою на десятках разнообразных локаций по всему миру масштабные битвы удивят тебя крутой графикой и честной моделью повреждения абсолютно бесплатно качай war thunder по ссылке в описании и получая крутые бонусы они сделали нам такой вызов на кону 30 тысяч рублей и я начал движение в этом направлении потому что я не привык съезжать купил я за 10000 раму от уаза головастика в принципе все было кроме проводки и не было кабины вот с этого и началась эта история потом мы на 5000 купили металл паша сварил место водителя дома нам дала из своей volvo ковш на время разумеется на время эту машину я хочу построить за делом на будущее я надеюсь да я уверен что многие даже после них после вани феликса и так далее захотят нас вызвать вот на такую дуэль да вот даже олег борода-то езда он давно хотел со мной зарубиться в гонках на выживание вот в таких вот трешовых и по беспределу самое главное выжить и не пострадать в этих гонках и сразу хочу предупредить не повторяйте это дома это очень опасно и все трюки будут выполнены профессиональными каскадерами и вообще это все монтаж замок зажигания сломан поэтому запускать будем просто прислоняя проводок вот сюда так ну все убегайте все два дня мы просто с ним мучились изучили все форумы уазовские ну давай пробуем вот вот пошло давай вот охрененно все поехали а лютый зверь куда звук какой-то страшный а вообще не тянет что-то я не знаю купил говно какое то я просто все смотрят как на дебила каждый проезжает и ржет такое же что просто один поршень и так бам 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 по цилиндру херачит можно вообще уже несколько поршня так все утепляемся и поехали ну я 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 в я я я О, да! Я еду! Он очень бодрый! Машина облегченная, без кабины, поэтому... О, нихрена, как валит! Жесть! Я не ожидал, что я сегодня поеду на ней. И вот она едет. Знаете, что на меня все смотрят, как на дебила, на полнейшего. Я еще ни разу не чувствовал такого стыда на автомобиле. Холодно, и как круто! Я испытываю невероятные эмоции. Как классно видеть правое конесо! Я всю машину вижу, все кишки, все внутренности вижу. О, да! Франкенштейн! А-а-а! А-а-а! Я третьего не могу найти! О-о-о! О-о-о! Подождите меня, ну! Да вы куда уехали, да? Давайте потише, вы что? Тормоза-то как работают, я чуть не урылся просто. Я на тормоза нажал, она вьюзом пошла сразу. Смотри, а хватит, ну! О-о-о! Да иди ты нахрен, блядь! Ты не видишь, как у нас тут аппарат? Мы едем по правилам. Меня шмурдиком закидало всего. Поехали! Блин, реально, мне холодно, мне не очень комфортно, но при этом я такую радость испытываю колоссальную, просто, ребята! Ура! Как круто! Движный сам восстановился, нет стуков. На самом деле, не очень хочется пустить, потому что если я перевернусь, я сломаю свою шею. Пока она очень опасная. Все, поехали! А-а-а! Опасно! Хорошо, что бензобак сзади стоит, а то иначе была бы опасность вдвойне. Опять появился стук какой-то нездоровый. Он на время пропал, а теперь снова. О, что-то звук вообще был нездоровый в этот раз. Ё-п! Надо воды подлить. Воды? Ага. Он либо застучал, либо просто закипел. Так. Ух! Это было что-то невероятное. Ох, как же я замерз. Просто нереально. Фух, что-то вообще. Ребят, ну это, конечно, трэш полный. Едешь, и с одной стороны мерзнешь. У меня все руки просто, я не чувствую своих рук. Но при этом ты испытываешь колоссальное удовольствие. Видимо, потому что ты едешь не на автомобиле, а вообще непонятно на чем. Это какой-то монстр. Но вот с этого ракурса это миньон. Какая-то прикольная повозка. В городе это выглядит очень необычно. Все на меня смотрят, все удивляются. И мне это нравится. Но вот в этот раз мне было немножко стыдно. Вот те проекты, которые были до этого, они немножко трэшовые и безбашенные. Но при этом такого стыда я не испытывал, как на этом автомобиле. Ребят, у меня есть один смартфон, называется Doggy. И смартфон, он очень четко отражает суть нашего проекта. Он брутальный, мощный и недорогой. Он такой же мощный, как Xiaomi и Meizu, но при этом он в два раза дешевле и более ударостойкий, водонепроницаемый. И можно хоть что им делать. Можно колоть орехи, можно по нему ездить, ронять в снег, в лужу. Грязь, аниматорное масло, Doggy, это вообще не важно. Просто сполосните его водой и пользуйтесь дальше. Чик, все, все работает. Вот такой вот неубиваемый телефон Doggy. Мощная начинка позволяет играть во все современные игры без тормозов. Огромная батарея заставит забыть о зарядке на неделю. Как я уже сказал, он такой же мощный, как Xiaomi и Meizu, но при этом в два раза дешевле. 8 тысяч рублей на Алиэкспресс. Ссылку я оставлю в описании под видео. На самом деле, я всегда мечтал просто взять вот такую голую раму и построить на ее базе Франкенштейна. Вот, да, вот он и есть, Франкенштейн. Возможно, я вдохновился мастерами из Кубы. Кубинские вот эти механики и кузовщики, они строят автомобили из говна и палок. Просто все, что у них есть в гаражах, ставят на эти автомобили. Может быть, они выглядят нелепо, некоторые из них, но это очень вдохновляет. А давайте сделаем так. Я думаю, что это будет просто интересно. Не из-за того, что нам нужно сэкономить деньги. Кстати, деньги мы на него больше не будем тратить. Вот, 15 косарей, бюджет. А дальше мы все будем делать в кубинском стиле. Из подручных средств. Давайте все вместе с вами построим этот автомобиль. Каждый из вас может внести свою лепту. Давайте я оставлю почту в описании под видео. И на эту почту вы кидаете фотки каких-то кузовных элементов, деталей, которые вам не нужны. Лучше, чтобы они были старые. От каких-нибудь Побед, от Волги, от каких-нибудь старых америкосов, японцев и так далее. Не важно. Кстати, можете даже на этой детали написать свой ник в инстаграме. И мы это прорекламируем. Вам такая небольшая реклама будет. И также мы вам респектнем. Такого еще никто на ютубе не делал, чтобы вот так все вместе, сплоченно, вместе с подписчиками взять и построить автомобиль. Ну, мы сами, наверное, тоже поедем на какую-нибудь свалку автомобильную. И, я думаю, тоже найдем что-нибудь. Судя по звуку в двигателе, ему скоро придет хана. Может быть, у вас есть двигатель ненужный с коробкой? Ну, что я не знаю, на самом деле, чего можно ожидать. Сейчас я еще не запускал. Я вот заглушил. Посмотрим, как заведется. И поехали дальше. Меня бы не убило вот этим вентилятором. Может убить. Он нахрен вот так весь болтается. Ну, видимо, один поршень. Все. Его полномочия тут. Все. Ребята, ребят, все же нам нужен двигатель. Либо тот, кто... Прямо энтузиаст своего дела, кто там просто бесплатно откопитает. У нас денег нет больше. Ну, нахрен. Ребят, под Новый год я слышал, случается волшебство. Сейчас вот холодно, лес. Оказаться бы сейчас в теплом месте, например, в сервисе. С бутылкой шампанского, с елкой и отмечать Новый год. Волшебство. Вот. Это другое дело. Ну что, с наступающим. Уууу, с Новым годом! Мы многое прошли в этом году. Мы начали этот замечательный проект. И за эти полгода, я считаю, что мы добились многого. Кто-то подумает, что уже мы все самое яркое сделали. Нет. В следующем году будет еще лучше. Да что нужно говорить? В следующем году будет просто полный... Желаю вам в Новом году, может быть, по моему примеру, или самостоятельно добиваться успехов всегда разумеется будут провалы как и у меня вот у меня только что клинанул двигатель все движок развалился но я не унываю желаю вам добиваться поставленных целей взять поднять свою задницу и что то сделать это самое важное не ленитесь делайте и все у вас получится с новым годом друзья с новым счастьем увидимся в следующем году это будет бомба можно от движок сломался из-за того что мы не осветили наш корабль не кинули так сказать не разбили бутылку шампанского а него у него влиять паша чё случилось похоже стабилизатор попал и чё теперь делать а а